Всем привет из Солнечной Италии, а точнее из города Неаполь. Итак, 10 правил, которые необходимо соблюдать, если вы собираетесь или хотите выйти замуж за неполитанца. И на первом месте это не быть агрессивной, ни в словесной форме, ни в физической тем более. Они от этого просто бегут, не оборачиваясь. Я не говорю, что надо всё время поддакивать и не лезть в ссоры. Я просто говорю, бей и улыбайся. Второй пункт, который необходимо учитывать, если вы собираетесь выйти замуж за неаполитанца, это не пить и не выпивать. Даже чуть-чуть, возможно, можно три раза в год на Новый год, Пасху и День рождения. Всё, глоточек и поставили, отдалили от себя и не притрагиваться. Третий пункт, уважительно относиться к его родственникам, проявлять уважение, внимание, доброжелательность, как бы у вас зубы не скрипели при их виде. Следующий пункт, не критиковать его друзей и родственников. Не говорить плохое про них, не комментировать негативно его друзей и родственников, потому что он их знает дольше, чем вы. Знает, какие они, эти родственники или друзья. А то, что вы будете говорить плохо про них, он это воспримет так, как будто вы хотите отдалить его от них. Следующий пункт, который надо учитывать, если вы хотите выйти замуж за неаполитанца, что такие праздники, как Новый год, Рождество, Пасху, вы будете проводить с его родственниками. И в среднем это 10-15 человек, и эти праздники будут длиться до бесконечности. В итоге, с годами, как я приспособилась, я в определенный момент праздника, когда уже наступают 2-3 часа ночи, что делаю? Иду на диван и сплю. Когда наступит время, наконец-то, возвращаться домой, меня разбудят, и все. Также надо научиться или хотя бы постараться готовить хорошо, и желательно его неаполитанскую кухню, потому что для неаполитанца покушать это святое, и желательно покушать хорошо. На своем опыте расскажу, как-то готовила винегрет и оливье, в итоге мне пришлось есть их самой. Следующий пункт. Доверять ему и дать ему свободу действий и мышления. Например, хочет идти с друзьями, пускай идет. При вашем присутствии прокомментировал какую-то женщину, например, сделал комплимент какой-то женщине при вашем присутствии. Да и ладно, ну и хорошо. Воспитанный человек, у них такой менталитет, что они ценят женскую красоту, и не важно, чья это женщина. Следующий пункт. Футбол. Они обожают футбол. Для них вот сходить на стадион или посмотреть футбол с друзьями дома в субботу и воскресенье. Это святое. Вообще, если идет на стадион, пускай идет, прокричится, выплеснет свою негативную энергию и вернется домой спокойный. Другой пункт, который необходимо иметь в виду, если вы собираетесь выйти замуж за неаполитанца, это и вообще в Европе, и в Италии, и в Неаполе тоже не требовать у него денег. То есть, он сам знает, что надо для жены, для детей. Он видит, он прекрасно знает. Не надо вот так вот сидеть, дай мне денег на это, дай мне денег на то. Здесь вообще воспитывают женщин, еще девочек с младшего возраста, чтобы они стремились к своей финансовой независимости. И женщины здесь не будут сидеть и ждать от мужчины денег. Они сами пойдут зарабатывать. У них свои деньги, и они сами решают, как их тратить. Поэтому стремитесь к своей финансовой независимости. Не важно, сколько вы зарабатываете, но чтобы вы смогли обеспечивать хотя бы ваш минимум необходимостей. И следующий пункт. Любите его, цените, заботясь о нем. Итальянцы, они видят, неаполитанцы тоже, возможно, больше, чем другие итальянцы. Я не знаю, не могу сравнить с другими итальянцами. Но они видят нас насквозь. И вообще им можно не жениться всю жизнь. Никто от этого здесь комплексовать не будет. Здесь женятся по двум причинам. Первая, если это им выгодно экономически. Второй пункт, причина, если это им не выгодно, но они любят эту женщину и видят, что женщина хорошая, заботится о нем. И что женщина отвечает им взаимностью. Вот в этом случае, да, они посвятят свою жизнь вам. Я надеюсь, что мой рассказ вам понравился, было интересно знать. Поэтому заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч!